Парфюмерия Это мероприятие под названием Хэллоуин и дети ходят из дома в дом, одеты в страшные наряды, в маски и просят стучаться в дом и говорят Трик от Трикс. Это означает мы вас сейчас напугаем или дайте нам что-нибудь съедобное. В основном просят конфеты, конечно же. Почему-то к нам не приходят уже много лет, к нам никто не приходит, хотя мы иногда готовим сладости для детей. Все общественные места украшены скелетами, летучими мышами, пауками, паутинами и прочими устрашающими элементами. И я думаю, что это прекрасный день рассказать об ароматах Серж Лю Танс, поскольку у меня эти ароматы ассоциируются с осенью, с религией, с потусторонним миром, с чем-то темным, с чем-то спиритическим. И сегодня из цветов, которые я обычно показываю, не всегда, конечно, но показываю, очень подходящие цветы георгины, такого замечательного осенне-лютанского цвета, который мне подарила соседка. Вот такие огромные георгины, вы посмотрите, насколько они огромные. Почти размером с человеческую голову, да? Очень красивые, несколько отличающихся цветов. Этот более оранжевый, этот более розовый. Потрясающе. Вот сегодня в кадре у нас будут георгины. Их два. Это страшное количество. Почти такое же, как четыре. Но сегодня можно. Вот. Начну я рассказ с аромата сарацины. Почему? Мне в этом аромате очень нравится флакон. Этот аромат находится во флаконе очень темного цвета. Это фиолетовый цвет и он почти черный. То, что аромат фиолетовый, видно только вот по ободкам. А на просвет, на просвет он кроваво, такой кроваво-пурпурно-фиолетовый. Замечательный красивый флакон. Это флакон нового исполнения. Флаконы старого исполнения, которые называют Палас Рояль. Это место, где находится штаб-квартира дома Лютанс. Они несколько другие. Такие же колокольцы. Но немного другая этикетка. В новом исполнении флаконы выглядят, коробки выглядят вот так. Черная коробка и фиолетовый ободок. Очень такая эстетика, скажем, религиозно-темная. Черная. Вот я сегодня в черном, в Алютансе, либо в черном, либо ни в чем, да. Либо в пурпурном. Но пурпурный это цвет королей. И сегодня я подобрала такие красивые серьги. Мне повезло буквально на этой неделе повезло случайно наткнуться на распродажу бренда из Мексики, который делает ручные украшения из серебра. И они делают их на вот такую религиозно-готическую тему. Например, посмотрите, здесь даже задняя часть серьги очень красиво сделана. То есть никаких, никаких косячков они не допускают. Все очень замечательно, красиво. Я вам сейчас покажу, как называется этот бренд. Этот бренд называется Virgin Saints and Angels. Девственницы, святые и ангелы. Вот все в тему, да. Всего на этой неделе все пошло в тему. Такая тяжелая металлическая коробка из настоящего металла. Это не пластик. В коробке бархатная, темная, такая кардинальского цвета подкладка. И зеркальце, да. Смотрите, как страшно сейчас я сделаю. Зеркало, зеркало, зеркало. Тебе не так нельзя делать. И на радостях Светлана решила приобрести еще одно украшение. Такой же коробки. Там их было очень много. Они продавались 50% скидкой. Вот такая замечательная цепочка. И на ней такой же замечательный медальон. Мне не повезло, потому что он немножко запутан всегда. Но мы не будем его мучить. Нет, мы его домучили таки. Вот такое красивое сердце. На этом сердце корона и кристаллик Сваровский. Будет замечательно смотреться. Это тоже стерлинговое серебро, покрытое золотом. Вот ко мне оно сегодня не подходит. Но вот смотрится оно очень красиво. Есть у них изделие серебра цвета такого оружейного металла. Есть изделие серебра такого цвета под золото. Я вам оставлю ссылку в инфобоксе на их веб-сайт. Изделие этого бренда носит Мадонна, носит Леди Гага, носит Ариана Гранды и еще очень много знаменитостей. При том, что бренд сам по себе недорогой. То есть вы можете приобрести эти изделия за цену ниже 100 австралийских долларов. Для серебряных изделий это неплохо, учитывая, что вы можете заплатить 50% этой цены за какие-то изделия, которые, в общем-то, похожи на те, что можно купить на Алиэкспрессе, сделанные из более дешевых материалов. Надеюсь, мне это понравилось. И все-таки продолжим про сарацинов. Сарацинов, аромат сарацины, кто такие сарацинов, вы знаете, это мусульманские воины, которые завоевывали Европу, с которыми сражались. Кто сражался, я не настолько хорошо знаю историю. Тем не менее, если об этом аромате почитать в источниках других, чем фрагратика, то идея этого аромата была такая. Нужно создать аромат, который будет ассоциироваться с венозной кровью, с битвой в ночи, с венозной кровью, которая заливает все в ночи. И кровь в ночи будет выглядеть именно вот такого синевато-фиолетового оттенка. Извините, здесь у меня с падежами не получилось. Кровь будет синевато-фиолетового оттенка. Об этом аромате я уже рассказывала. Это жасминовый аромат, он фиолетового цвета, посмотрите. На одежду светлого цвета я бы не стала его наносить. Но поскольку ароматы Сержа Лютанса это готика, поэтому как-то белый цвет не особо ассоциируется с ароматами Сержа Лютанс. Тем не менее, есть некоторые ароматы, которые все-таки пошли бы и с белым цветом. Аромат 2007 года. Автором аромата наверняка является Кристофер Шелдрейк. Как и этот же человек является автором других ароматов Сержа Лютанс. И если мы затестим этот аромат, не заглядывая в пирамиду, то несомненно здесь есть жасмин. И жасмин это такого индольного оттенка. Но этот индол, он скорее нафталиновый, чем индол, который ассоциируется с гниением или со стеблями цветов в воде после нескольких дней. Здесь вот этот индол похож на нафталиновые шарики. Также он у меня ассоциируется вот с этим нафталином, который есть в аромате Лаш от Ласт. Очень популярно. Здесь все-таки более глубокий живой жасмин, поэтому, скажем, вот этот аромат более приближен к земле, чем Ласт оф Лаш. И здесь чувствуется вот этот чистый мускус. Чем аромат интересен и не похож на другие жасминовые ароматы, это тем, что здесь есть гвоздика. Гвоздика придает этому аромату глубину, зрелость, винтажность некоторую. И такую прохладу и холод. Видимо, все-таки парфюмер и маэстро Лютанс хотели передать в этом аромате борьбу жизни и смерти. Вот у меня такая ассоциация с этим ароматом. Я на него уже делала обзор, поэтому вы можете найти этот обзор в жасминовых ароматах. Его часто сравнивают с большим количеством других нишевых ароматов, таких как Жасмин Антик от Рок Парфюмери, ароматом Флорет Фюль Де Жасмин от Антонио Висконти. Из более известных ароматов его сравнивают с Имари Эликсир от Авон и с ароматом Джо Малон Жасмин Самбак. Я все-таки считаю, что он достаточно самобытный. Многое из того, что я перечислила, я не пробовала. Но если сравнивать с ароматом Джо Малон, то я могу сказать, что это не очень похоже. Как почти все ароматы Лютанса, этот аромат Юнисекс, тем не менее, на мой взгляд, он все-таки более женский, чем мужской. Я не очень хорошо себя представляю мужчину в таком живом животном Джасмине. А этот аромат очень плотный. Я бы не смогла, наверное, носить его летом или весной. То есть, вот осень и, пожалуй, даже зима. Осень, конечно, самое лучшее время для этого аромата. Но хотелось бы мне его попробовать зимой, именно русской зимой, именно в минусовую температуру и понять, как же он все-таки звучит на морозе. Что касается настроения, то да, он не позитивный. Как, впрочем, почти все ароматы Сержа Лютанса. Хотя есть исключения. Вот сегодня, не могу сказать, будет или нет, но посмотрим. Такой вот грустноватый жасмин. Как, собственно, что, собственно, и требовалось доказать. Аромат сарацины, ароматы смерти, аромата жизни, аромата войне. Красиво, очень красиво. Кто любит жасмин, не проходите мимо. Следующий аромат на сегодня это аромат Сантал, Сантал Мажускюль, что означает Сандау в заглавных буквах. Аромат выпущен в 2012 году. Честно, сегодня я его открыла первый раз. Он у меня стоял запечатанный. Почему так произошло, я не знаю, но я сейчас нахожусь совершенно в очаровании от этого аромата. Почему? Потому что он, пожалуй, единственный аромат с сандалом, с ярко выраженным сандалом, который является гурманским. У меня, возможно, у вас есть другие сандаловые гурманские ароматы. А здесь же сладкая, ликерная роза на сандале и на какао. Потрясающе. Просто потрясающе. Мой любимый сандаловый аромат это Сантал Блаш от Тома Форда. Более легкая версия его аромат для женщин Адам Левин, который, как говорят, на минималках, да, Сантал Блаш на минималках, но зато за цену в 10 раз более низкую, чем Сантал Блаш. Здесь все, моя любовь к Сантал Блаш закончилась и началась любовь к аромату Сантал Мажес Кюль. Является ли здесь сандал в заглавных буквах, я сомневаюсь, потому что здесь сандал, который нужно кушать. Как в анекдоте, это же Кэмэл, его курить надо, да. А вот и здесь, это же не сандал, это же сандал, это нужно кушать. Очень сладко, очень съедобно, супер гурманско. Если кто-то ищет аромат с какао, то есть здесь потрясающий, потрясающий аромат какао на сандалии и с розой, в общем, я просто в очаровании. Этот аромат часто сравнивают с ароматом Жо Де По от этого же дома, Сершлю Танс. Но я не нахожу, в общем-то, почти ничего общего, кроме съедобности. Для меня Жо Де По это выпечка, это сдоба, это что-то такое из пекарни. А здесь что-то такое, ну, собственно говоря, тоже из пекарни, но из другой. Тут нет мучного, тут нет сахарного, здесь такой вот шоколад. Этот аромат входит в коллекцию Touch of Wood при косновении дерева. Сегодня будут еще ароматы из этой же коллекции, из этой же линейки Сержа Лютанца. Иногда этот аромат продается в лимитированных изданиях. Вот мне бы очень хотелось флакон из лимитированного издания. Это новое издание, которое продается сейчас. И я не знаю, настолько же ли были хороши предыдущие выпуски, но вот этот потрясающий. Если предыдущий еще лучше, то я буду просто в удивлении. А сейчас вот прошло некоторое время. Этот аромат действительно начал напоминать мне аромат Адам Левин, от Адам Левин. Потому что постепенно ушла роза и шоколадность из этого аромата. Да, и теперь есть некоторая схожесть, собственно говоря, и Сантал Блаш. Но Сантал Блаш, он все-таки не гурманский, не шоколадный и не розовый. То есть вот это гораздо более интересно и гораздо более юнисекс при этом. Потому что я прекрасно вижу, как этот аромат могут носить мужчины, женщины. Я бы его носила вечером в любой сезон. Он просто, вот когда говорят сексуальный аромат, он сексуальный. Именно притягивающий. И он достаточно нейтральный. В нем нет грязных нот. В нем есть глубина, теплота. Плотность такая, содержание, сладость. Вот это аромат прикосновений. Это аромат очень близкого общения. Мне очень нравится. При этом, если предыдущий аромат, он очень такой... Он не пессимистичный, но совсем не оптимистичный тоже. То вот в этом есть какое-то наслаждение. То есть оптимизма я в нем не чувствую. Но если говорить о чувствах, то в нем есть какая-то страсть. Все-таки эмоция, которую он вызывает у меня, она более положительная, чем отрицательная, чем печаль. Ну, печаль тоже может быть положительной. Но, скажем так, эта эмоция более все-таки оптимистична, чем сарацин. И еще одна ассоциация, которая у меня возникла в отношении аромата Санталь Мажескюль, это ассоциация с линейкой Ланком Гранд Крю. То есть, если бы этот аромат вышел в линейке Ланком Гранд Крю, я бы не удивилась. Здесь такой замечательный глубокий сандал, здесь шоколад, здесь роза. И вот эта плотная, съедобная, сладко-розовая консистенция, это очень в духе этой линейки Ланком. Если у вас нет этого аромата и негде попробовать, то вот я вам примерно объясняю о его плотности, о его проекции и вот о общем таком настроении. Следующий аромат из этой же линейки Этачо Фуд, прикосновение дерева, это аромат дерева и фрукты. Это новое издание, вы видите в колокольчике в новом. Сейчас мы его нанесем и будем пробовать. Вот такого желтого цвета прекрасного. Сначала я всегда говорю о своих ассоциациях, потом я смотрю в пирамиду и сравниваю. Вот в этой линейке интересно, что все ароматы все-таки неотличимо сидят на дереве. То есть, когда пробуешь этот аромат, несмотря на то, что называется дерево и фрукты, вы все-таки понимаете, что это дерево. Это очень деревянный аромат. Мне он пахнет кедровым деревом, парфюмерным кедровым деревом, несомненно. Я часто не пилю кедры и не знаю, как пахнет древесина. Так еще пахнет сосна. Вот изделия из сосны деревянные, они достаточно дешевые. Сосна это дешевое дерево, поэтому их часто можно найти в мебельных магазинах. И они обычно дешевле, чем изделия из более дорогих пород дерева. И вот такой запах, вы понимаете, что это сосна или ель. Если здесь есть фрукты, они такие уже вяленые. То есть это не свежие фрукты, это не имеет ничего общего ни с какими цитрусовыми, ни с какими свежими яблоками, ни с какими свежими грушами, ни с розовым перцем. Это вот такие уже подвяленные персики, абрикосы, вот что-то такое сладковатое. Автор аромата Кристофер Шелдрей, как всегда. И вот мы смотрим в пирамиду и находим, что да, кедровое дерево, слива, вот сливу я не называла, у меня со сливой ассоциацией не возникло, абрикос, персик и фига, инжир. Очень хорошо, что здесь не очень много инжира, иначе бы мне этот аромат совсем не понравился. Если вы ищете ароматы со сливой, ароматы с персиком и с абрикосом, то боюсь, что этот аромат вас может несколько разочаровать, а может быть и нет. Потому что здесь все-таки дерево, на мой взгляд, выражено ярче, чем фрукты. Но фрукты тоже хороши, очень хороши. Обычно парфюмеры и люксовые дома, они не производят ароматы для женщин с деревянными нотами. То есть очень сложно найти, очень сложно найти ароматы, именно сидящие на всяких разных деревяшках. У Сержа Лютанца вышла целая линейка Юнисекс превосходных ароматов на фруктах. Вот есть дерево и мед, дерево и мускус. Да, очень красиво. Ну и как всегда, когда его носить, осень-зима. Ну, пожалуй, вот эти деревянные ароматы все-таки можно носить и днем. Я думаю, что вот это можно носить и в офис, но оно достаточно такое, достаточно плотное. Совершенно не оптимистичное. Ну, вот именно этот аромат, он не такой грустный, как некоторые, как Сарацина, например. Но не такой страстный, как Сантальма Жескель. Интересно, интересно. Могу сказать, что это не самое любимое, это не самое любимое из люканца. Я вам сейчас показываю то, что вы назвали, когда я попросила отозваться, о чем бы вы хотели послушать. Некоторых ароматов у меня нет, о тех, о которых вы говорили. Мне очень хочется, чтобы у меня был аромат маску Блайхан. Я его не пробовала, у меня не было возможности. Надеюсь, что когда-нибудь он у меня появится, если он мне понравится, конечно. Также у меня нет аромата Серж Нуар. Ждем, ждем, когда где-то он появится и у меня будет возможность его попробовать. Переходим к следующему аромату. Следующий аромат 95-го года. Старичок, автор аромата тоже Кристофер Шелдрейк. И вот этот аромат у меня в старом флаконе Рояль Палас. Видите, три арки. И написано Шесей до Париж. Вот такой красивый цвет коньячный. Аромат темный. Вот это флаконы-колокольцы старые. И, честно говоря, когда я приобрела этот аромат, у меня появился большой вопросительный знак. Я даже не буду наносить его на бумагу, он мне хорошо знаком. У меня появился большой вопросительный знак. И я назвала этот аромат «Хочу быть Шанелью номер 5». Такая же история у меня с ароматом «Мирры» от «Дома Кейка Мичери». Вот этот аромат и аромат «Мирс Энмер Вейлз» от «Кейка Мичери» мне они звучат очень похожи друг на друга. И очень похожи на «Шанелью номер 5». То есть, такое ощущение, что из «Шанелию номер 5» убрали вот такую вот хлесткость некоторую «Ланга» и «Альдегидов». И вот «Шанелью номер 5» очень долго отстаивалась, отстоялась. У ней испарились верхние альдегидные ноты. Из нее ушел и «Ланг». И вот остались нижние и средние ноты. Если с этим ароматом побыть немного дольше, вы поймете, что он все-таки несколько отличается. Но в целом для меня это вот база «Шанелию номер 5». Если мы заглянем в пирамиду, то в пирамиде заявлено много нот. Заявлено «Мира», заявлен апельсин, мандарин-апельсин, белый мед. Почему белый? Я не знаю. Жасмин, лотус, мускус, миндаль, специи, амбра, сандал и перец. Но я не могу сказать, что я этим ароматом восхищаюсь, поскольку мне кажется, что «Шанелью номер 5» все-таки более интересный аромат, чем этот. Носить его можно тогда же, когда бы вы носили «Шанелью номер 5». Но, в принципе, всегда. И это достаточно неплохо для аромата, в котором основная нота – это нота «Мира». «Мира» – это все-таки благовоние, это все-таки восточность, это все-таки некоторая даже, возможно, церковность. Но мне лично очень нравится нота «Мира». Для меня это такой не церковный ладан. Хотя я понимаю, что эти ноты очень сильно отличаются, но для меня все-таки есть некоторая церковность, некоторая сладость в этом аромате. Хороший аромат, но не один из самых любимых мной у дома «Лютарос». Сейчас я буду вам рассказывать, с чем аромат сравнят. И да, его сравнивают с ароматом «Мир Эн Мир Велс» от «Кейко Мичери», с ароматом «Шанелью номер 5», с ароматом «Роберт Пеге» «Багари», со всеми видами пятерки, почему-то даже с опиумом. Ароматом «Опиум» от «Ивсен Лоран» у меня этот аромат не ассоциируется. Но он интересный. Для коллекции, конечно, интересно, но покупать этот аромат во флаконе «Колокольца» за цену флакона «Колокольца» дома «Лютанс» я не уверена, что стоит. Можно с таким же успехом приобрести более дешевый аромат от «Кейко Мичери». Ну и в крайнем случае пользоваться «Шанелью номер 5», которая, на мой взгляд, несколько более сложный аромат, и при этом более носибельный, и более привычный, скажем. Следующий аромат от «Лютанс» – это аромат «Депрофундис». Он у меня во флаконе «Небоскребе». «Лютанс» перевыпустил некоторые свои ароматы и дерет с трудящихся в три дорого. Да, то есть за флакон этого аромата в магазине вы заплатите примерно в два раза дороже, ну, примерно в полтора раза дороже, чем за… Пытаюсь найти, сколько здесь, сколько здесь, сколько навешали в граммах. Не знаю, сколько навешали в граммах. Да, 100 мл, 100 мл флакон, непрозрачный совершенно, черный, с такой вот крышкой. Аромату 10 лет, автор, как всегда, Кристофер Шелдрейк, и это у нас, как многие считают, кладбищенская хризантема. Если почитать историю этого аромата и маркетинговую сказку о нем, то здесь пытались создать букет чего-то, привезенного в Рим, неизвестно откуда, и готового букет цветов для того, чтобы кого-то хоронить и положить на крышку гроба. В общем, у меня… Так, что это привезено из священной земли, священная земля у нас была всегда в Израиле, Палестина, да, или Галапагосских островов на ежегодный карнавал в Ницце. И, насколько мы помним, карнавал – это всегда праздник похорон, который почему-то превратился в какое-то замечательное веселое действие. Ну, честно говоря, так, спасибо тем, кто мне сказал, что смерть, война, религия, страх, жизнь и красота во французском языке женского рода. В русском языке только страх мужского рода. Все остальное тоже женского. Как я уже говорила в одном из предыдущих обзоров этого аромата, у меня этот аромат не ассоциируется ни со смертью, ни с кладбищем, ни с чем-либо подобным. Ассоциируется он у меня с такой спокойной зеленой хризантемой. Хризантемовых ароматов не так много. Мне очень нравится хризантемовый аромат от Estee Lauder, аромат Private Collection, частная коллекция. Там такая хризантема, сочная такая, вот женщина такая, ну, варишь, да, американская женщина, ну, варишь, цветущая такая полная, как в фильме «Титаник», если вы помните, была такая миссис Браун, вот, которая потом еще спасала людей из воды. Позитивная, сильная, веселая. Вот это у нас Estee Lauder Private Collection с миссис Браун. Есть хризантема у дома Муаш в Мифах. Там такая женщина-колдунья, которая живет в лесу. Там хризантема такая ядовитенькая. Здесь хризантема такая вот спокойная, одинокая, совершенно интровертная. Да, есть тут земелечкой попахивает, да, есть такое дело. Фиалочкой, фиалочки такие, ноточки тоже не всегда позитивные, да. Ну, красиво, спокойная, зеленая, очень зеленый аромат, при том, что это сершлютанс. Такая плотная зелень, осенняя, очень красивая. То есть, поскольку я уже рассказывала, дальше я распространяться не буду. Мне очень нравится. И все-таки из моей любимой хризантемы, это хризантема от дома Estee Lauder Private Collection. Ну, вот это будет на втором месте. А Мифы будут уже на третьем. Далее, еще один флакон-колоколец Палас Рояль. Вот, с таким замечательным рисунком. Когда я вижу такую этикетку, где-то я делаю стойку, да. Это означает, что это первое издание. Это может быть и во флаконе прямоугольном кирпичике, гробике, и в этом флаконе. Это аромат Рахат Лукум. Старичок, 98-й год. Это нам уже 22 года, да. Это уже много пораженится. В общем, ребята, если вам нужен аромат порциальности калий, то вот это вот, горький миндаль. Напоминает миндальные эссенции, которые продают в магазинах для ароматизации кондитерских изделий. И здесь вот эта эссенция, она очень-очень-очень откровенная. Кроме миндаля, миндалевича, миндальяна, я здесь больше ничего не чувствую. Хотя, если посмотреть пирамиду аромата, то в нем заявлены ноты еще вишни, меда, ванили, бобов, тунка, гелотропа. Какого-то бальзама, мускуса, розы, альдегидов и еще чего-то, да. Ну, я вот чувствую здесь цианидный вот этот кондитерский миндаль. Много у кого от этого аромата сносит крышу. Я не знаю, почему Дом Лютанс не выпустит этот аромат в свободное пользование, поскольку сейчас мода на такие миндальные ароматы. Это очень похоже на аромат Blossom Love от Дома Амуаж. Но вот этот аромат, он все-таки более грудчий, более такой натуральный, да. Blossom Love от Амуаж для меня он несколько такой плосковатый. Хотя, мне оставляли комментарии, что я не права. Возможно, поскольку у меня нет возможности пробовать его, скажем, в очень холодную погоду. Возможно, он играет тогда, но вот этот аромат все-таки при таком температурном режиме, в котором живу я и влажностном, он очень игручий. В нем нет дырок. Вот знаете, чем грешат ароматы от Celebrities, от знаменитостей, в них есть дырки, они не настолько 3D, да, трехмерные или четырехмерные, в них как будто бы что-то не хватает. Некоторые из них сделаны как черный квадрат Малевича или как кубисты, то есть где нет очень много, например, всего несколько красок, и это сделано красиво, это классно и замечательно. Но в парфюмерии, вот в такой, это все-таки картина маслом. Это не акварель, это не акрил, вот это вот ароматы лютанца, это картина маслом, где придается очень много нюансов аромата. Вот я это называю игручестью, да. Несомненно, аромат Unisex, то есть бесполый или многополый, носить его может кто угодно, он такой цианидный, по-мужски цианидный, такой мальчиш-плохиш, ну и по-женски стервозный, скажем, да. Сравнивают этот аромат с ароматом Louvre, он у меня есть. Но мне кажется, Louvre, он несколько помягче волчица, да. Он тоже миндальный, но он несколько помягче. И вот если, скажем, сравнивать это с одеждой женщины, то Louvre, это женщина три четверти, да. То есть у нее плечи закрыты и колени закрыты. Здесь это совершенно мини-платье. Это фильм «Основной инстинкт» с перекидыванием ноги. Это достаточно откровенно. А также этот аромат сравнивают с ароматом Louvre, Cake & Cherry. Мне бы очень хотелось попробовать. С ароматом Lost Cherry от Тома Форда. Здесь намного лучше стойкость. И вот этот аромат, он не такой... Все-таки Том Форд за счет бобов тонка, он более мягкий. Этот аромат жесткий. Это такой вот прямо кондитерская миндальная эссенция. Сравниваю также с ароматом Almond Harmony миндальная гармония от House of Wood. Извините, не пробовала, ничего не могу сказать. Из того, что я пробовала, я не знаю дальше. Замечательно, замечательно. Еще один старичок у меня, он в новом флаконе «Колокольчики». Аромат называется «Куир Маореск». «Куир Маореск» – это мавританская кожа, тоже старичок, 26-го года. Было давно. Вот такой замечательный цвет виски для меня. Я не знаю, что такое мавританская кожа. Почему именно мавританская? Но «Куир Маореск» живет у нас в Марокко, куда были родом мавры. Кстати, марокканцы такие красивые люди. Мы сейчас будем пробовать этот аромат со сложным лицом. Ох, как замечательно. Мне кажется, не те ноты тут заявлены. Почему я говорю со сложным лицом? Потому что в аромате заявлено много нот. Но все-таки это еще 96-й год, когда было неприлично создать аромат с тремя нотами и сказать, посмотрите, какой у нас шедевр. Нужно было показать, что есть такие ноты и сикие. Ох, как интересно. Я не могу сказать, что я большая любительница кожаных ароматов. Но, тем не менее, мне очень нравится аромат от дома «Ботега Венета». Классический и все его ипостаси. Также мне нравится аромат «Уайт Суэйт» «Белая замша» от дома «Том Форд». Это, пожалуй, две моих самых любимых кожи. Вот эта кожа, ну, это просто пепсикола, наркотики, секс, можно сказать. В общем, здесь есть кожа, здесь есть что-то грязное, вот такой грязный мускус. Здесь есть специи, которые некоторым воняют потными подмышками. Алкогольность. Соленость. И амбровость. Вот такая вот животина, да. В общем, если говорить об ассоциациях, то вот это какой-то все-таки мужчина, а не женщина. И мужчина после оргии, скажем так. Пил, курил, гулял. Ел селедку, видимо, еще при этом. Ну, тем не менее, еще курил. Да, курил. И пришел домой. Делает вид, что все было хорошо. Ну, и у него по лицу видно, что у него все прекрасно. Не могу сказать, что это мужской аромат. И я думаю, что женщина тоже его будет носить. И я бы его тоже носила с удовольствием. Причем, тоже осенью, вечером, утром с похмелья, да. Если кому-то нужно что-то объяснять. Ну, если мы заглянем в пирамиду, то там как бы все объяснено, да. Как бы любимая, да. Любимая придумай что-нибудь сама. Вот пирамида как раз вам рассказывает. Тут заявлена кожа. Кожа здесь, конечно же, есть, как основная нота. Из вот таких базовых нот заявлены благовония мира и ладан. Но вот такого ярко выраженного ладана я здесь не чувствую. А вот миром, она часто придает аромату какую-то вот алкогольность. Вот что-то такое, как бренди или виски, коньячность какую-то. И вот здесь это тоже есть. Из специи, из специи и потных подмышек здесь заявлены гвоздика. Вот эта гвоздика, которую кладут в гребешок в горчичном соусе. Зерна каравей. Я не помню, как это по-русски. И, вернее, даже, наверное, не знала. И мускатный орех. И здесь вот это, мне кажется, что здесь есть кумин, но его очень мало. Нет, тут все-таки, да, каравей, по-моему, это зерна фенхеля, насколько я помню. Замечательно. Из животных нот здесь заявлено севета. И из бальзамических это амбра, стирокс, белый мускус. Хотя из-за специй здесь кажется, что мускус здесь совсем не белый, а вот такой вот настоящий животный, оленей. Ну, и также заявлены ут, синамон, корица, кедр. При этом еще и мандарин, апельсин и цветы апельсина, которых я совсем здесь не чувствую. Но, в общем, хороший аромат такой. Я пришел к тебе с похмелья, называется. Дырок в нем нет совсем. То есть здесь даже немножко перебор. Он немножко даже сверх одет, чем недодет, да. Интересный. Не могу сравнить его больше ни с чем, поскольку никакой такой грязноватой кожи я больше не знаю. Это очень замечательно. Если хотите чего-то грязного, то вот это вам, пожалуйста, в помощь. Из какой коллекции, из какой коллекции, из какой линейки? Да, это из линейки «Неожиданная сладость» линейка называется. В нем есть ароматы «Ширги». Вы помните, «Ширги» это у нас «Табак», «Амбер Султан», «Араби», «Маску Блайхан», который я хочу. И, кстати, «Сарацины» они тоже из этой линейки. Классная, классная кожа, замечательная. Сравнивают эту кожу больше всего с ароматом «Книце». Я не знаю, что это за аромат номер 10. Также ее сравнивают с кожей из бутиковой линейки «Диор» и с ароматом от бутиковой линейки «Прада». И почему-то с ароматом «Красная Москва». К своему стыду, я не знаю, я никогда не пробовала аромат «Красная Москва». Я помню из детства, но мне очень хочется приобрести именно старую версию в каком-нибудь забубенном флаконе и с какой-нибудь притертой крышкой. Пока мне такая версия не встречалась. Но при случае, если она существует, то я ее куплю. Если нет, то куплю другую. Также его сравнивают с ароматом «Табак Блон», за которым я гоняюсь уже давно и безуспешно. Мне тоже хочется приобрести этот аромат в оригинальном флаконе. Это практически невозможно. Иногда продаются флаконы сами, но флаконы или «Лалик», или «Бакара», то есть это всегда очень дорого, даже пустой флакон от аромата «Табак Блон», от «Карон». Если это похоже на «Табак Блон», то мне это очень нравится. В общем, если вы любите что-то такое животное грязное, но при этом все-таки носительное, то вот вам куда-то сюда. Если есть возможность, то попробуйте купить от «Ливантик», потому что снятые ароматы лютанца – это обычно крыло от самолета или почка, или еще что-то. Мне просто повезло, потому что один из магазинов в Эмиратах, он их распродавал, я их купила дешево. Вот прямо дешево. Вот такое счастье иногда выпадает на веку парфлюбителя. И следующий аромат, последний на сегодня, из линейки «Утешение». В него входят в основном гурманские ароматы, такие как «Рахат Луком», «Жодепо», «Руссе». Они такие несколько гурманские, и, как ни странно, в эту же линейку входит аромат «Хи-е-эн-Айгиль», «Айгильс», извините за мой французский, «Девушка-выколка», да, и его переводят иногда как «Девушка на шпильках». Я столько слышала про этот аромат, что мне его очень-очень сильно хотелось, и, к счастью, повезло приобрести вот в таком флаконе, не самом, наверное, первом, но достаточно старом. И я могу сказать, что он меня несколько разочаровал. Я ожидала чего-то такого современного, чего-то модного, такого поп-арта, такого вот хайпового. И в итоге мне пришел аромат соснового гроба в церкви, да. Ну, вот прям... Ну, вот прям вот так. Ни с чем другим он у меня не ассоциируется. Ну, да. Интересно, что... Когда я ходила в школу, между домом и школой у нас находилось бюро ритуальных услуг. И там работала одна из моих соседок. И я иногда туда заходила поболтать. Ну, я такая была тогда общительная, сейчас я совсем не такая общительная. Ну, вот почему-то мне туда хотелось зайти поболтать. Как будто бы я знала, что мне когда-то придется обозревать аромат вот сержа летанца девушка в иголках. Там, не знаю, в каких она иголках. В общем, да, здесь, во-первых, сосна настоящая, вот сосновая, да. Вот прям иголки. Здесь ладан, церковный, совершенно православный, никакой не католический. Я не знаю, где Серж Лютанс это видел или Кристофер Шелдрей, где они это слышали. Но, в общем, мне это вот, если что-то ассоциируется со смертью у дома Лютанса, то это вот этот аромат прям покойники в гробу. Прямо вот, не знаю, я такое носить не смогу. Даже когда я умру и попрошу меня похоронить, кремировать и так далее, то я постараюсь убедиться, что на меня не нанесли этот аромат. Он мертвее всех мертвых. Если вы его любите, вы, пожалуйста, меня извините, поскольку мои ассоциации, это не ваши ассоциации, да. Но вот у меня они такие вот крепкие. Мне либо так повезло, либо так не повезло. Но вот ассоциация с бюро ритуальных услуг, да. Там вот как раз делали венки. Их делали и с настоящими ветками вот этих хвойников. Их делали и искусственные. И вот почему-то какие-то там что-то было такое вот деревянное тоже. Я не помню, что там были гробы, но вот почему-то запах был какой-то вот такой. Несомненно, там не было никакого ладана, но ладан, он есть в церкви. А церковь для меня ассоциируется очень сильно со смертью православную. Я могу понять, что этот аромат мог произвести фурор там, где не присутствуют запахи сосны. В России мы все очень прекрасно знаем эти запахи, но вот скажем, в Австралии этих запахов не знают. Я не могу сказать, что здесь есть свежитель воздуха для туалета хвойный лес. Здесь такого вообще нет. То есть здесь смотрят на другие ароматы, возможно в Европе, где-то еще. Ну, на Ближнем Востоке точно сосны не растут. И это, конечно, свежо, удивительно, замечательно. Вот такие хвойники прям русские, да. И православная церковь прямо русская, никакая не католическая. Прошу меня простить всех, всех, кто это любит, кому это нравится. Носите, носите с удовольствием. Если я это на ком-то почувствую, то боюсь, что у меня это не вызовет никакого отторжения. Вернее, я не боюсь, что это у меня вызовет какое-либо отторжение, потому что это все-таки интересно с парфюмерной точки зрения. И мне даже будет весело обонять это с кого-то. Но для меня это неносибельно никуда. Если отвлечься от моих ассоциаций, то я думаю... Ну, зимой прекрасно. Кстати, на Новый год такое можно... На Новый год такое можно носить. Настоящей елкой пахнет. Да, Юнисекс несомненно. Несмотря на название, конечно, он все-таки более мужской, чем женский. Такие деревяшки, хвоя это все-таки более мужские направления, чем женские. Ну, если вот уж совсем отвлечься от моих ассоциаций, то вот где-то есть что-то такое рождественское в этом аромате. Рождественское. Весной я бы не смогла его носить. Летом я бы тоже его не смогла носить. Для... Кто-то хочет надеть на свидание, то... Я не знаю. Наверное, не нужно надевать на свидание. Если только вы не встречаетесь с... С кем? Служителем культа, так они этого и на работе на работе пробуют много. Совершенно не телесный, не... Не страстный. Ну... Да, мрачный, мрачноватый, да. Не позитивный... Так, позитивно, это как посмотреть. То есть, я пытаюсь переключиться и вот если ассоциация с Рождеством, то очень даже позитивно. Осенью, наверное, нет, а вот зимой, пожалуй, да. Зимой я бы такой носила, если бы не ходила в бюро ритуальных услуг по дороге и школы. Спасибо вам. Мы еще... Сейчас я еще вам расскажу о флаконах. Вот. Многие говорят, что вот эти вот флаконы с металлической крышкой и так далее. Ну, вот я вам скажу, что крышка здесь не крышка, вот это, по-моему, металл, да, все-таки. Сейчас мы протестируем, металл это или нет. Для того, чтобы протестировать, нужно найти металлический предмет. В качестве металлического предмета будет выступать коробочка, да. Да, это металл, но крышка не металлическая, крышка пластмассовая и покрашена металлической краской. Новые флаконы, они полностью не металлические. Вот, вот эта часть, она пластиковая, ну, здесь, здесь металл все-таки на поливилизаторе. Вот этими флаконами очень удобно пользоваться. Они со спреем, они замечательные, их легко хранить, их можно вот так складировать в любую сторону. А также, если вы покупаете нит тестера новый флакон, то вероятнее всего он идет с дополнительной круглой крышкой, которую вы можете использовать, если вы аромат перевозите или не хотите, чтобы он парил. Это иногда очень важно, да, особенно, когда у вас много ароматов, чтобы аромат не выпарился. А в целом, вот флаконы практически одинаковые и по виду, и по весу, и по размеру. Я не вижу разницы на самом деле, как сделаны эти крышки. То есть, они в любом случае не металлические оба. Что касается флаконов, колокольцев, что старых, что новых, это очень неудобно в пользовании, поскольку, если вы уважаете свою парфюмерию и свои флаконы, вы не будете туда наносить этот аромат на кожу, на пальцы, потому что все, что находится у вас на руках или в других местах на коже, я про запястье имею в виду, оно обязательно испортит вам всю жидкость. То есть, ну, это не обязательно, но есть вероятность того, что там появятся осадки какие-то, и аромат будет тоже меняться, химическая структура меняется, и вполне вероятно, что аромат тоже у вас изменится. поэтому я достаю этот аромат пипеткой, переливаю в атомайзер и пользуюсь так. Это не самое удобное использование аромата. Поэтому, если вы хотите пользоваться ароматами Серж-Лютанц, и у вас есть выбор между флаконом колокольцем и флаконом кирпичиком, то, наверное, флакон кирпичик это более удачно и практично. если вам нужна эстетика, если вам нужны шашечки, а не ехать, то, конечно, колокольцы выглядят гораздо более интересно. Что касается небоскребов, тоже высок риск, что этот флакон перевернется, в общем-то, так же, как и с кирпичиками, но ими удобно пользоваться потом. Эти флаконы выпускаются из темного стекла, вероятность того, что у вас испортится аромат очень низкая и так же чем хороши вот эти флаконы и чем они лучше кирпичиков, они не так, я вам сейчас вру, да, они тоже перезаполняемы. То есть, если вы покупаете этот флакон с рук, то есть вероятность, что там не то, не совсем то или то, но не в той концентрации. В общем, как ни крути, сержа лютанца все-таки с сержем лютанцем шутки плохи, потому что все ароматы, нет ни одной версии, ни одной версии сержа лютанца, который находится в запаянном флаконе. Очень аккуратно смотрите, когда покупаете, чтобы там было именно то. Но в целом, конечно, вот самое такое удобное это вот эти вот флаконы в пятидесятках, в пятидесятках гробики и кирпичики. Спасибо вам, что вы меня смотрели. Лютанцев у меня еще несколько есть, так мягко сказано. И наверное, я буду продолжать говорить про лютанцы. я не буду делать эти видео подряд. Наверное, я буду о них говорить по коллекциям, по которым их выпускал лютанц, поскольку о всех сразу рассказать не представляется возможно. Их очень много, о них нужно рассказывать много и интересно. Спасибо вам, расскажите мне, пожалуйста, что из этих ароматов вы пробовали, где вы со мной согласны, где вы со мной не согласны. Если вы любите конкретно девушку на шпильках, то расскажите мне, какие ассоциации у вас вызывает этот аромат, поскольку похоронный гроб с православной церкви это наверное не то, что хотел нам представить маэстро. Лютанц и маэстро Шелл Трейк. Буду ждать ваши комментарии. Спасибо, до свидания, Светлана.